добрый вечер хотел сегодня с вами немножко пообщаться на тему с этой пандемии что такое пандемия что она нам принесла хорошего что нам плохого кому она помогает а кого она кому она вредит ну начнем с того что было у нас вообще на прошлой неделе значит в прошлой неделе истек срок данного парламента который сегодня которые они были до сих пор и по закону президент имеет право их распустить очень резко придумал социалисты такое вот локдаун что по закону во время чрезвычайной ситуации президент не имеет права распускать парламент ну хорошо давайте мы с вами размышляем кому все это надо и что за чрезвычайной ситуации значит в чрезвычайной ситуации я побывал еще в девяносто восемьдесят девятом году и вот в этой чрезвычайной ситуации действительно люди относятся с пониманием первую очередь и власти делать все для того чтобы сохранить жизнь здоровье людей что за чрезвычайной ситуации сегодня у нас значит я был четыре дня назад вечером был оси на текстиль там около 500 человек работает в одну смену все вышли без маски все зашли в свои автобусы как селедки и никто их не останавливает оси на текстиль продолжает работать фуджи курорт продолжает работать большие магазины продолжает работать над кем вы издеваетесь значит локдаун тогда для нас с вами те которые значит не даем прямых дивидендов руководству я считаю что вот этот локдаун то что они сейчас придумали да они специально для того чтобы отодвинуть роспуск парламента мне странно один вещь вот смотрите пока еще наши граждане обращаются господин шор господин дадон какой господин если господин шор дает сумочкам господину дадону полными деньгами эти два господа и два преступника эти два преступника почему мы их называем господинами мы ситуацию не смеем поток до того времени пока мы преступников не назовем именами вор в законе или авторитетный вор или какой-то еще вор значит я недавно общался с ребятами и интересно тема пошла что воры бывают разные воры бывают хорошие бывают плохие воры оказывается вот я задаю вопрос вот хорош что такое хорошего ли что такой плохой вор вот хорошего когда украл сразу незаметно а когда плохого украл все утром кипишь но разницы то нету хороший или плохой украл все равно она исчезла оттуда когда она выйдет наружу вопрос времени ну вор остается вором значит если шор поймался четыре года назад что он украл с этого кражи миллиарды а сейчас дадон значит один из них плохой другой хорошего но они оба воры и не они не достойны чтобы их назвать господинами значит подвигаемся дальше я не знаю всех ли нас считают идиотами но я себя таким не считаю когда дадон говорит что он пошел с рабочим визитом в москву кто он такой он такой же родовой гражданин как и я он председатель партии да никакой председатель партии и шелин и много еще партии есть но не лезут в государственные вещи государственные структуры как как с каким государственным визитом ты мог поехать туда ты не даже не депутат ты простой вор ты можешь сходить на сходняки куда-то но ты не имеешь права и вмешиваться государственные вещи это партия просто партия я сегодня могу стать представителем какой-то партии другой человек может стать представителем партии это не государственный чиновник то что вы сейчас там когда говорите с голодниками на передаче выступаете президент молдова вам не стыдно говорит президент молдова вы уже не президент вас народ прогнал а вы не хотите уходить что происходит значит этот локдаун вам обернется мне кажется боком для того чтобы поставить локдаун вы сначала должны были составить программу на этом локдаунде чтобы люди у нас не пострадали они так пострадают но чтобы они имели средства существования в средства существования не предлагаете вы предлагаете закрыть всякие эти скажите пожалуйста какой-то что за запрет по парку пройти с транзитом можно но гулять нельзя как вы можете определить кто гуляет а кто проходит вы что уже кашпировский уже в ум человек заходит мысль человек заходит вы просто издеваетесь над человеком вы просто издеваетесь над молдавским обществом я считаю так что мы с вами должны собраться духом собраться мыслим и не ждать пока они нас уничтожат у них цель одна есть они проиграли чтобы и уничтожить и нас мы должны взять за шкельки вытащить всех парламента 52 бандита пасовцы 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 и шор они командуют всей страной значит это говорят мы вас же смогли обмануть два года назад теперь подчиняйтесь мы же вас красиво обманули но теперь раскрыться обман уже 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 дожидайтесь нет мы ждать не будем люди начали понимать что два года назад вы обманули лично дадон ходил с грязчаной везде говорю что вот эти люди мы берем большинство мы правим страной как вы не взяли большинство сразу вы сделали которую вы говорили что с демократами в одном поле в туалет не сядете с ними сделали коалицию не смогли вы с ними решить вопрос потому что вас они топили с первого дня все с ними разорвали давай акум это и про европейские с ними делать не будем и стали с акумом говорили что шор это самый большой бандит бенефициар кражи миллиарда дадон говорю что с бандитами не а чем говорит вы сейчас снимка ли сидят то что вы говорите что вы с ним коалицию не сделали от этого ничего не меняется что вы официально колесу не сделали если вас общее мировоззрение на политическую ситуацию стране значит вы в коалиции не обязательно подписывать что-то в одну и ту же вы сейчас боитесь что если сегодня будет роспуск парламента всех вас ждет скамя подсудимых просто вы сейчас сделали так вы туда и так попадете но сейчас просто еще на 60 дней для моего народа для гагузского народа для молдавского народа говорю вам так что они вот сейчас специально отодвинули на 60 дней для того не для того что они переживают за ваше здоровье им наплевать на вас если бы они переживали они бы не крали они сейчас переживают то что дома а может течение до 60 дней мы что-то придумаем другое они придумают сейчас они пытаются течение 60 дней еще раз расслабить экономику молдовы и показать что вот это президент виновна виновата я хочу сказать нашему народу я не знаю почему президент не выходит и не рассказывает в чем ситуация закулировать я не знаю почему она не рассказывает но то что сегодня поднимается у нас не обоснованно диз топлива то что не обоснованно поднимается у нас электроэнергия и еще что подобное я не скажу что президент никакого отношения к этому не имеет только одно имеет почему она резко не выходит и не критикует тех это специально делает те люди которые хотят расслабить экономику молдовы и показать этим что вот когда мы были у власти мы как-то регулировали вот я был у власти на дом говорит и топлива снизилась а как я ушел топлива поднимать да дурак ты после этого что-то рассказываешь значит когда ты последнее время возле во время пандемии мировой нефть упал до 20 долларов вот почему вполне не то что ты умеешь что-то делать ты вообще ничего не умеешь делать а сегодня ты искусственно через твоих друзей поднимаешь значит я знаю что завтра будет кое-какой протест я пока не готов к этому протесту я многие мне звонили пригласили спросили мое мнение моим такого ждать еще две недели в течение двух недель вода закипит с этой пандемией наша задача такая чтобы стрелять один раз и попасть десятку мы не имеем права сегодня ошибаться если мы сегодня выведем народ на площадь значит и мы не стреляем или поводим десятку мы больше народ не сможем собрать им сами больше собраться не сможем я понимаю что весь большинство из людей кипит хотят выйти и разогнать эту систему но поймите что преступники свои преступные замыслы делали законными сейчас есть два варианта первый вариант президент решает все вопросы через конституционный суд другой вопрос течение двух недель я думаю что это будет президент собирает народ и говорит так не будем ждать чтобы люди умерли от экономической точки зрения выходим и смете и убираем этих преступников этих 72 преступника с пьедестала у другого ухода у нас нету что происходит значит когда мы смотрим в мировую историю мы смотрим что те которые хотели руководить страной государством скажем какой-то или регионом они все пытались первую очередь и за иметь власть перед народом что они делали они обман на пути кто я извиняюсь но были были тогда и сейчас две категории людей некоторые хотели держать власть в своих руках помощью своих дел что они делали как себя вели и народ к ним приближался вторая они красиво обманывали и когда их не обман приходил своему логическому концу они начинали пугать людей и третий обман угнетать людей уже называть их те которые с ними не согласны эритиками это я очень много могу привести примеру османскую империю могу привести его католическую рима католическую империю привести примеры могу гитлера привести примеры могу пример привести сталина сегодня такая ситуация что дадон сначала он обманывал нас потом начал пугать нас что вы без меня пропадете а теперь он уже заставляет чтобы мы его вернули обратно в трон посредством локдауна игорь николаевич вот вы говорите чтобы не было бы никакого локдауна есть ли бы было если бы мая санду подписала бы скажем тот указ который вы предлагали насчет голова тюка значит если голова тюк не стал премьер-министром то локдаун а если бы он стал не было локдауна значит если бы он был премьер-министром болезни не было бы так как он не был болезни что вы себе позволяете да мы не поверим мы же пойдем дальше уже насчет молдавского и гагузского что мы поговорили сейчас идем к нам сюда значит у нас были в гагузии назначены выбор на 16 мая каким-то образом какой-то к чс какой-то иван коли углу который много берет на себя даже он не берет на себя но ему говорят возьми на себя принимает решение отменять народу выбор народного собрания кто он такой вообще кто он такой кто имеет право отменять дату выборов кроме того кроме законодательной власти ирина влах не имеет права к чс не имеет права имеет право только законодательная власть значит я считаю что это не действительно это закон противозаконное действие к чс сейчас я призываю всех кандидатов депутаты те которые неравнодушны что происходит гагузии шестнадцатого числа если не состоятся выборы взять инициативу своих руки без выборов потому что данное народное собрание себя дискриминировала значит принимает решение какой-то кса кто он такой вообще сейчас он находится в отпуску какой принимает он решение когда надо было две недели назад прийти проголосовать за бюджет гагузии он резко вышел в отпуск а теперь он опять заработал владимир не скажу тебе по отчеству я тебя потому что я причисляю куда и до дома что ты думаешь ты умный а стране дураки ты же в отпуску какой принимаешь что за решение ты можешь принять я считаю если также будет наше правительство не правительство наше не мое руководство на уже я бандита руководство не считаю значит шестнадцатого часа даже состоятся выборы если они пройдут согласно нормам согласно закону я подчиняюсь тем выборам которые они пройдут как не пройдут если вы хотите чтобы калиоглу руководил народным собранием и всей гагузии я не согласен 17 мая я становлюсь депутатом будет выборы не будут 17 мая уже депутат я предлагаю всем тем которые сегодня дальше и кандидатура и хотят и сменить ситуацию в гагузии также поступить значит данные мы сейчас надеемся на данное народное собрание они будут продлевать свою свой мандат они бюджет не могут принимать они раскрытие кражи не могут заниматься они ничем не могут заниматься но они кому-то выгодны чтобы ничего не действовало ничего не делали или мы собираемся кандидата я всех призываю напишите мне если я не прав может где-то я ошибаюсь и мы собираемся решаем вопрос вместе с нынешними депутатами и кандидатами собираемся решаем что дальше делать мы гагузии имеем право мы у нас есть свой у нас есть автономия у нас есть свои законодатели которые мы принимаем решение вместе с ними вести в автономии чрезвычайной ситуации или не вести проводить выборы или не проводить выбор это решаем мы они с кишинева кто-то решает нам мы в гагузии имеем свою автономию мы будем решать и я прошу господь с кишинева господин дадон господин шор дальше если вы действительно переживаете за ситуацию в стране и вы не хотите межнационального конфликта не вмешивайтесь в гагузские выборы это самая последняя ошибка ваша будет мы не согласны подчиняться вашим удочкам еще на четыре года мы будем проводить выбор а вам не нравится можете стоять за шкурми и жарем мы без вас здесь разберемся и никакому к чсу подчиняться мы не собираемся к чс прямо к чс получает указания от народного собрания не к чс указывает народном собрании как голосовать а народное собрание указывает к чс как они проголосовали неужели до такой степени не понимаете о чем речь идет неужели вы думаете что мы здесь все такие непонятные люди как у калиогу ног язык повернуться насчет того что отменяется выборы народного собрания это высшая законодательного органа это вы вы сейчас пытаетесь все сделать для того господин калиогу вместе с ириной влах чтобы не было у нас не существовало автономии вы же можете выйти прямой вегер сказать мы не хотим автономии давайте его раскидаем мы уже украли сколько смогли хотя калиогу там только сумки таскал он не мог украсть ему не дают украсть он только отчитывается за тех которые украли неужели вы думаете что вы можете делать незаконные вещи ему будем подчиняться вам так что я прошу я знаю что некоторые наши кандидаты меня смотрят прошу связаться со мной вместе будем организовывать вместе будем решать потому что мы с вами я буду если допустим будет законный выбор если они пойдут в рамках закона если я пройду хорошо не пройду я просто отступлю все а если мы их не проведем 16 мая 17 мая я стану это я не скажу что я самозволен самозванцем стану просто я пойду займу кресло нашего депутата почему потому что никто не имеет права отменять наши выборы кроме народного собрания а то что там торнацкий говорит спросон или там еще кто-то или коса мы об этом поговорим по-другому нынешние нынешнее народное собрание дискриминировало себя они не могут более полугода уже принять бюджет и я им еще доверить судьбу как грузии кому которые не могут разобраться ни в каком законопроекте я не говорю обо всех но те которые сегодня подчинены башкану значит хочу довести до вас кому-то все выгодно сегодня берет сегодня уже у нас 3 апреля бюджет пока пока грузи не принято локдаун на два месяца значит мы еще одна два месяца не принимаем этот бюджет это будет у нас уже июнь месяц после этого назначаем выборы вы смотрите выбор народного собрания это еще месяц минимум это юль есть проходят выборы два этапа это мы доходим до августа пока формируется народное собрание пока будет признать спикер народного собрания пока придет пока усядет свои за свои кресла депутаты год пройдет и сегодня исполнительная власть будет действовать только точно так как она считает нужным и не спросит ни депутатов никого и примет такой бюджет который ей удобно а мы с вами не согласны я не хочу чтобы продаваться аодрума который мой отец строил когда-то я не хочу чтобы продавались дома культуры которые строили наши отцы когда-то я не хочу чтобы разбазарился имущество гагаузского народа а все идет к тому а почему она идет к тому потому что в прошлом году не освоены два вернее освоены два миллиона 200 миллионов леев они освоены но не выплачены а и денег в казне нету работа провелись деньги не выплатили надо в этом году давать при марии все страдают при марии недополучали кто там два миллиона кто пять кто десять и сейчас надо восстановить сейчас надо сделать шито крыто чтобы никто не понял что эти деньги были украдены мы это с вами гагаузский народ не позволим не хотим вам донести одну очень мудрую вещь что чтобы удержаться у вас есть два фактора первое хорошо и честно работать второе красиво обманывать но второй приходит своем логическом концу вот второй пришел своим логическом концу но почему-то наш народ пока еще недопонимает что их обкрадывают при этом улыбаются я раньше говорю и сейчас говорю вам что наша башкан она очень вежливая женщина очень красиво улыбается чтобы вы знали мои уважаемые многоуважаемые преклонный вот престарелый возраст что лучшее оружие вора это вежливость просто как украсть и потом улыбаться вам в лицо у них ничего не остается вот чем они занимаются спасибо я жду моих друзей чтобы они вместе с нами чтобы они мне написали согласно ли те кандидаты которые сегодня кандидатов депутаты встретиться обсудить и отменить решение калиоглу до свидания